Наша знаменитая Балаковская волна. Три, щелини, поехали! Рёв моторов, запах гари и, конечно, волна. Это знакомо, наверное, всем балаковцам. Хоть раз в жизни каждый житель нашего города побывал на стадионе труд, и многие стали преданными поклонниками спидвея. Когда я первый раз пришёл с Дима Балаковым на спидвей посмотреть, что это такое, ну, на самом деле, я поразился этому. Хотя я тоже занимался в какой-то мере мотоспортом, но на самом деле спидвей это несколько другое. То есть это совсем адреналин, страсть, которые не на трибуне кипят. Ну, то есть это здорово. Посещаем регулярно матчи нашей любимой команды. Это единственный вид спорта, где мы можем отдохнуть с семьёй, посмотреть и получить массу положительных впечатлений. Гонщики все у нас молодцы, стараются, есть прогресс. Думаю, в дальнейшем всё-таки мы будем чемпионами. В эти дни балаковская команда «Турбина» отмечает юбилей – полвека на треке. И на праздничном мероприятии встретились и разные поколения гонщиков, чтобы ещё раз вспомнить, как всё начиналось. В «Турбине» первый набор, так скажем, это я, Витя Кубанов, Семизаров, Ганин Валера, Гзёба. Вот мы начинали это всё. Очень сложно было, трудно было. Но так как я пришёл с «Корда» вместе с Виктором Кубановым, мы ещё как-то чуть-чуть умели ездить. Ну как, тренировались. А все остальные вообще мы начинали. Прекрасно, что возродилась снова «Турбина». Это прекрасно, что такой сейчас построили прекрасный стадион. Надеюсь, что возродится та команда с такими амбициями, которые была у нас, при нас. Где мы на протяжении лет десяти, да, лет десяти мы выигрывали всё и личное, и командное, да всё подряд вообще. И команда действительно возрождается. На трек от клуба «Турбина» выходят гонщики, которых воспитали балаковские тренеры. Настало время, когда можно отказываться от приглашения легионеров, потому что свои спортсмены набрались мастерства. А ведь совсем недавно, лет 15 назад, балаковский спидвей переживал не лучшие времена. И за такой сравнительно короткий срок команда возродилась. У нас хорошая молодая команда, сильная, на мой взгляд. Дружелюбная, то есть у нас есть коллектив, у нас есть хорошие механики, которые нам собирают хорошо технику, двигателя готовят. Это очень важная на самом деле спидвей. В этом году не получилось у нас одолеть немножко Восток, но я думаю, золото, оно не за горами. И я думаю, в ближайшие годы мы его все-таки завоюем. В день юбилея со сцены звучали слова поздравлений и отгонщиков, имена которых стали родными для поклонников балаковской команды. Эмиль Сафудинов, который сейчас выступает в основном в польской экстралиге, не мог не передать привет гостям праздника. Чтобы росли чемпионы и юные, и нынешние чемпионы. Соответственно, стадион «Труд» Балакова, он отличный для проведения соревнований и российских, и международных. Надеюсь, что это будет еще расцветать еще больше и больше. Конечно, без хорошего друга, спонсора, компании «Фасагра» это было бы тяжело. Надеюсь, что «Фасагра» останется и в будущем будет помогать и вместе добиваться хороших результатов. Еще раз вас поздравляю всех с юбилеем и передаю вам всем привет. Спасибо большое. Ощутимую поддержку клубу предприятие оказало во время реконструкции стадиона «Труд», выделив средства на ремонт трибун и боксов, а также на установку надувных бортов. В последние два года предприятие выделяло средства на обновление мотоциклов. Нас, компанию «Фасагра» и «Турбину» объединяет стремление к победе, стремление к новым рекордам. Хотелось бы пожелать команде «Турбина» избавлять оборотов, не останавливаться на достигнутом, а болельщикам пожелать, чтобы они поддерживали свою команду во всем и всегда. С праздником вас! В этот день гонщикам «Турбины» вручили медали и Кубок чемпионата России, в котором наши спортсмены заняли второе место. Но и тренер Валерий Гордеев, и фанаты, которые присутствовали на решающих гонках, считают, что ребята бились до последнего, и у них есть все шансы завоевать золото в следующем чемпионате. Мы бились, мы сражались по-настоящему, несмотря ни на что. Мы бились и сражались. Но, по мнению тысяч болельщиков, и это я вам говорю абсолютно уверенно, не только Балакова, но и тысяч болельщиков в нашей стране, дорогие друзья, «Турбина» этот чемпионат не проиграла! Спасибо еще раз нашим парням, спасибо за то, что они в каждом заезде бьются за то, чтобы быть первым. И на праздничном мероприятии болельщики «Турбины» отметили тех, кто много сделал для развития клуба. Это и гонщики, которые буквально вырывали очки в заездах, порой даже ценой травм и падений. И тренерский состав, для которых воспитанники не просто спортсмены, а практически сыновья. И партнеры, оказывающие поддержку команде. Приз «Благодарность от болельщиков» вручается за вклад в развитие спитвея и неоценимую помощь команде в спортивной школе «Турбина» директору Балакомского филиала акционерного общества «Апатит» Андрею Владимировичу Шемневу. Ветераны, которые были приглашены на праздник в качестве почётных гостей, были рады, что их начинание живёт и развивается. Из петвей, как и 50 лет назад, остаётся самым любимым видом спорта в Балакове. Субтитры создавал DimaTorzok Побежать!